Сегодня мы будем говорить про лямбды. И если повезет, дойдем до std function. Но я думаю, что не повезет. А, да, точно. Но я еще не начал, я просто так анонсировал. Ща. Наверное, весь здесь. Я буду шарить. Наверное, вот так. Так вот. Сегодня мы планируем говорить про лямбды. Но сначала мы закончим то, что недообсудили про концепты. А что мы недообсудили про концепты? Мы недообсудили такую прекрасную вещь, как сабсьюминг концептов. Сейчас расскажу и покажу. Давайте, может быть, я даже целый отдельный файл открою под это. Но отдельный пункт программы под это я не буду заводить. А вот отдельный файл заведу. Я хочу решить заново следующую задачу. Мы ее уже решали. И даже, по-моему, двумя способами. Мы писали с вами функцию std-distance для итераторов. Ну или std-advance. Что вам больше нравится? std-advance, наверное. Давайте будет std-advance. И помните ли вы, какая была проблема? Там, если итератор поддерживает операцию плюс-равно, то можно за вот единицу это сделать. А если нет, то надо инкрементировать в цикле. И мы там эту проблему решали через то, что... И в constexpr писали. А до того, как изобрели и в constexpr, приходилось делать вообще перегрузку, дополнительно вводить функцию helper и дополнительный тег передавать в нее. Но теперь-то вы же понимаете, что с приходом концептов эта проблема и все аналогичные ей решаются вообще вот красиво и сразу, как полагается. Не, ну и в constexpr, правда, слишком ужасно. И в constexpr, да, это не так уж плохо, в целом это нормально, но у этого есть некоторые недостатки, что компилятору приходится все же инстанцировать тело, даже если он... Ну, конкретно в случае distance, может, там и нет проблем с этим. Но в общем случае с ifconstexpr приходится залезать в тело и инстанцировать часть кода, которую можно было бы не инстанцировать. Возможно, даже есть еще какой-то недостаток, но я его не помню. А, ну какой еще недостаток? Вы, кстати, кассер, вы не проверите, если у вас есть какая-то функция, которая для одного, для одних типов работает, а для других нет, то вы же не проверите, вы же не напишите type trade, который, ну как, например, isassignable. Вы вот хотите проверить, что ваш класс, например, isassignable от другого. И если у вас он assignable или нет решается и в constexpr, то вы статикосертом это не проверите, потому что статикосерт проверяет, что сигнатура есть, валидно, а в определение не лезет. А вы бы хотели, чтобы он уже по объявлению видел, такое можно или нельзя. Так вот, давайте напишем с вами, короче, я буду сегодня кашлять целый день, что-то у меня с горлом. Надеюсь, что вы не заболеете. Кошмар. Надо попить кофейку. Давайте с вами напишем адванс заново, но на этот раз по-современному, на концептах. А, да, я, к сожалению, опять забыл наладить себе автодополнение, поэтому не судите строго. Значит, void-адванс, iter-iter, size-tn. Ну, я для простоты только неотрицательные числа рассматриваю. Ну, да, iter-iter надо по ссылке принять. Вот, мы хотим написать два разных адванса. Один для, ну, для каких? Для input-итераторов, видимо, а другой для random-access-итераторов. Так. Ну, поехали. Как это написать? Ну, видимо, нам нужно заинклудить концептс. И здесь мы примем std-input-итератор, iter. Правильно? А во второй версии мы примем std-random-access-итератор. Ну, и здесь мы просто сделаем for, size-t, i равно 0, i меньше n, плюс-плюс-и. А плюс-плюс iter. А здесь мы сделаем iter плюс-равно n. Вот. Да. Что-то забыл, да? Просто раз поняли, что у нас есть проблема. Мы не можем так такое делать. Да. Ну, в смысле, что он не выберет частный слух. Что это будет неоднозначная перегрузка, да? Об этом и речь. Вот. Хотелось бы, чтобы мы могли так писать. Чтобы можно было как-то вот объяснять, что одни концепты частный случай других концептов. Но согласно тому, что я говорил в прошлый раз, оно вот как будто бы так не работает. А давайте проверим, вдруг заработает. Давайте я попробую сделать вектор. Ну и сказать авто вит равно в точка begin my advance вит, запятая 5. А потом еще сделаю лист. Тоже от 10. Ужасно. Извините. Сделаю лид лбгин. Сделаю my advance. Ох, как неприятно без автодополнения. Но я, к сожалению, слишком криворукий, чтобы его быстро настроить. Да, ну include vector, include list. Ну что, ваша версия, это, во-первых, скомпилируется или нет? Ну, мы, видимо, видим, что std рендеранс из театра. Мы не понимаем, что он частный случай из театра. Потому что я не добавил минус std рендеранс из театра на c плюс плюс 20, скорее всего. Ну, смотрите-ка, это компилируется. Как ни странно. Ну, из названия файлов следует. Да, значит, на самом деле я вам сказал в прошлый раз правду, но не всю правду. Если, ну там вот господин Калугин, которого, кажется, сегодня нет, правильно кричал в прошлый раз заднего ряда, что то, что я говорил, не совсем верно, а точнее не исчерпывающе верно. Потому что я говорил, что компилятор считает... Короче, компилятор не умеет делать перегрузку по requires. Если у вас функции отличаются только requires, то перегрузка между ними не получится. Но это другой случай. Тут функции отличаются не requires непосредственно, а именно концептом. Вот если у вас функции, которые... Одна требует один концепт, а другая требует другой концепт. Вот если у вас просто разные requires expression, то это не сработает. Но если у вас разные концепты, то вот такую перегрузку делать можно. И, в общем-то, если бы было нельзя делать, то как-то совсем, ну как-то, ну смысл во многом потерялся бы вообще делать концепты. Потому что зачем их писать, если не получается по ним перегрузку делать. Если не получается говорить, вот для одной вызови одно, для другой другое. И действительно, перегрузка по концептам работает, но только если компилятор... Вот сейчас будет немножечко матлога. Сейчас будет, короче, экскурс матлог, воспоминания о матлоге. Если только компилятор способен доказать, что любой тип, удовлетворяющий концепту B, удовлетворяет и концепту A. А как он это доказывает? Вот давайте представим себя на месте разработчиков стандарта и попробуем формализовать. А в каком случае мы должны считать, что один концепт частный случай другого? Какое нафиг наследование? У нас нет никаких типов, у нас концепты. Само простой, в этом случае просто ограничения на один, то есть, постойно, одни и те же, что и в другом. Ограничения на один, одни и те же, что и в другом. Имеется в виду, что у нас в данном инстраторе есть все эти ограничения, то есть, там, и плюс-плюс... Что значит есть? Вот, например, смотрите, если я написал requires++it и requires-минус-минус-ит, а еще если написал requires++it-минус-минус-ит, это одно и то же requires или нет? Ну, согласно тому, что я говорил раньше, это разные requires. Просто как, ну, нет, как, подожди. Ну, смотри, у меня может быть один requires, который говорит плюс-плюс-ит, другой requires, который требует минус-минус-ит, и они объединены конъюнкцией. Я мог бы это выразить по-другому, я мог бы сказать requires, и в одном requires написать плюс-плюс-ит, минус-минус-ит. Вот как компилятор должен к таким requirement относиться? Должен он считать, что одно частный случай другого, а второе частный случай... Ну, вообще, по содержательности семантические, это один и тот же requirement. Но синтаксически это два разных requirement. Вот как компилятору быть? Нужно ли ему пытаться объединять разные requirement в один и пытаться в requirement, значит, смотреть, что именно написано и, значит, по множествам смотреть, ну, правда ли вот список requirement в одном под множество списка requirement в другом? Было бы неплохо, да? Но нет, компилятор так не делает, а это слишком сложно. Значит, компилятор не умеет... Если у вас синтаксически разные requirement, то есть если у вас requires одно и requires другое, но их можно было бы объединить в один requires, и как бы это было бы то же самое, компилятор такие преобразования не умеет делать. Но он умеет зато смотреть, правда ли у вас атомарные requirements. Ну вот у вас есть набор атомарных requirements. Атомарные requirements это значит... Вот если все концепты раскрыть и посмотреть, что за requires получится, то у вас может быть какой-то конъюнкс каких-то атомарных requirements. И вот если компилятор видит, что синтаксически просто у вас в конъюнкции есть, ну, по сути, все те requirements, которые есть в другой, но в другой их больше, то вот можно считать, что это subsumes, то есть это концепт сейчас в случае другого. Компилятор получается. Вот. Значит, ну, формально... Ты очень близок. Ну, да. Значит, вот есть понятие атомарный requirement, atomic constraint. И есть понятие constraint termalization. Так, давайте я сначала начну вот с этого. Смотрите, есть такое понятие partial ordering of constraints. Вот мы хотим научить компилятор понимать, что некоторые constraints являются частными случаями других. Давайте скажем, что constraint p subsume constraint q. Вот я не знаю, как перевести subsume правильно. Ну, как бы... Ну, влечет, видимо, constraint q. Нет, наоборот, является частным случаем. q влечет p. Это значит, p более строгое ограничение, чем q. Если, может быть, доказано, что вот p влечет в q с точностью до идентичности атомарных constraint. При этом типы и выражения не проверяются на эквивалентность. Вот это не влечет это. Вот смысл самих constraint он при этом игнорирует. Он лишь проверяет, что синтаксически, вот, ну, буквально, они одинаковые. Вот, а теперь более формально. Вы когда-нибудь... Вам когда-нибудь задавались вопросом, в каком месте пригождается KNF и DNF? Вот здесь, например. Можете всем теперь рассказывать, что вам пригодилось знание о том, что такое KNF и DNF. Смотрите. Давайте сконвертируем p в дизъюнктивную нормальную форму, а q в конвенктивную нормальную форму. И тогда мы будем считать, что p в частный случай q, если каждый дизъюнкт дизъюнктивной нормальной формы p является, ну, влечет каждый конвенктивной нормальной формы q. Что значит, что дизъюнкт влечет... Ну, что значит, что дизъюнктивная штука влечет конвенктивную штуку? Это значит, что существует атомарный constraint u в дизъюнктивной клоузе и атомарный constraint v, что u влечет v. Давайте смысл вникнем. Что значит... Вот смотрите, у меня есть p и q, да? Я хочу сконвертировать p... Я, наверное, даже на доске порисую, нет? Надо что-нибудь написать же. В каком случае вы хотели считать, что один constraint влечет другой? Марк пишет... О, какой-то какой, прощай. Меня там, наверное, засвечивает. Ну, ладно. Вот, не знаю, p это какой-нибудь a, или b, или c, да? Так, p нужно привести к дизъюнктивной нормальной форме. А u в комьюнктивной нормальной форме. Не знаю, d и e. И вот мне надо, чтобы каждый из каждого вот это... Ну, это некоторая конъюнкция, это некоторая конъюнкция, это некоторая конъюнкция. Так, а это некоторая дизъюнкция, это некоторая дизъюнкция. И вот мне надо, чтобы из каждой вот этой следовала каждая из вот этой. Получается, да? Это вообще что? Как это вообще можно себе представить? Насколько строго это ограничение? Ну, достаточно. При любом наборе параметров, на которых по истинам, по истинам. Причём, когда адрес тогда окажется. Ну да. Да, причём... И ещё третий пункт мне нравится определение. Atomic constraint с абсинусом. Другой atomic constraint. Если они identical. И в терминах вот, ну, синтаксических. А больше 0,0,0,0 это разный constraint. Да. Логично. Вот. Именно вот как синтаксические выражения они должны быть одинаковые. Понятно, что пробелы роли не играют. Но даже true и 1,2 это разные constraints. Это формально. Вот. Вычисления выражений будет производиться. Вот. Ну, можно в качестве упражнения попробовать придумать какие-нибудь пэй-ку, которые, очевидно, с точки зрения формальной логики одно влечёт другое, но вот это не выполнено. Ну, то есть, кажется, что вот это, это даже строже, чем просто гулевская общезначимость. Ну, что я не верю, но, по-моему, вот это условие, вот то, что тут написано, это даже строже, чем мы могли бы получить, используя лишь абстрагируясь от смысла отдельных constraints. Ну, типа, я не знаю, там. Ну, какой пример? С равно полз написать нам. А, нет, не знаю, что бы он сказал. С равно полз. Не знаю, давайте напишу 1 меньше 2 и… или 3 меньше 4. Не, может, у меня не получится пример. А во втором случае я напишу… Не, можно… p это false или true, а q это false или false, например, или true. А, нет, не получается. Ладно, я не знаю, можно, наверное, придумать пример, но я сейчас сходу что-то не могу и не хочу думать про это. В общем, короче, не очень компилятор умеет доказывать теорему об общезначимости формул, а мог бы. На самом деле это простор для развития. Может быть, когда-нибудь в C++ в 43 мы получим хороший теорем-кувер в компиляторе. Ну, понятно, что, глядя на то, как развивается C++, можно предположить, наверное, что постепенно с новыми стандартами можно будет вносить пропозалы на то, чтобы компилятор лучше умел доказывать, что одни концепты частный случай других. Вот. Возможно, даже вот это можно будет как-то получше стимулировать, чтобы оно было точнее. Ну, ладно. Так, давайте я это обратно. А, ну вот есть пример. Concept Decrementable. Вот. Decrementable — это штука, которая requires минус минус t. А ReViterator — это штука, которая decrementable и requires разименование t. Ну вот тогда ReViterator subsume decrementable. Ну, просто потому что если расписать в атомарные constraint, получится, что тут конъюнкция двух constraint, а тут только один из них. Вот. Ну и если здесь вообще нет концепта, а тут есть какой-то концепт, то предпочтительная штука с концептом. Это, кажется… Это, кажется… Из чего это следует? Ну, я не вижу здесь пункта, но, в общем… Что, штука без концепта — это тождественное тру получается? Ну, видимо, штука без концепта — это… Нет, штука без концепта должна быть даже хуже, чем тождественное тру. Потому что тождественное тру — это хоть какой-то constraint, а отсутствие концепта — это вообще никакой не constraint. Блин, надо свет выключить, я забыл. В зависимости от того, что там нет ни одного нормального constraint, поэтому верно, что из всех следует всем, потому что там никого нет. Ну да, пожалуй, можно и так сказать. Возможно, это так и работает. Ну вот. Ну, теперь понятно… Отсюда следует вывод. Когда вы определяете свои концепты… Вот как правильно определить концепт input-итератор? Вот давайте я попробую определить концепт… Концепт input-итератор. Input-итератор. Равно requires под tx Что? Ну, там, допустим, плюс-плюс звездочка x и плюс-плюс плюс-плюс x. Вот. И, допустим, дальше я хочу определить концепт forward-итератор. forward-итератор… Ну, там… Чё он ещё должен дополнительно уметь? По-моему, forward-итератор post-ex increment должен уметь, да? В отличие от input-итератора. Я… Не помню, правда ли это, но будем считать, что правда. … … … … Чё? … … … А, да-да-да-да, конечно. Я ирону какую-то написал. Input-итератор. … … … … … … … Ну, я, честно говоря, даже не знаю, какой здесь код-стайл должен быть. Ну, давайте считать, что такой. Хорошо. Ну, концепт bidirectional-итератор, тогда это будет то же самое. Значит, это будет forward-итератор … 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 Сегодня надо будет вечером сесть его вернуть, потому что невозможно без него. Ну, это там. Тут уже мне надо, наверное, будет tx, еще ty. И нужно проверить, что можно делать. x минус y, значит, чего? x меньше y, x больше y, x меньше ли равно y, x больше ли равно y. Как x плюс равно 10, x минус равно 10. Ну, и не 10, просто 1. Ну, и что там еще random access треатр должен иметь по сравнению с bidirectional? Просто плюс. Да, x плюс 1, x минус 1. И, наверное, даже 1 плюс x, 1 минус x. Да? Ну, тут где-то еще должно быть сравнение на равенство. 1 минус x, значит, странно. Да, ладно, согласен. Вот. Вот если я определил концепты так, и тут заиспользую input iterator и random access iterator свои, то subsumming должен сработать. Потому что, когда компилятор развернет их в атомарные констрейнты, он поймет, что это просто конъюнкция длинная, random access iterator, в которой один из множителей, это вот то, что является, по сути, эквивалентным input iterator. Ну, давайте, я не знаю, здесь выведу 1, здесь выведу 2. А то как-то непонятно, что это так сработало. Ну, если я по глупости определю random access iterator не так, а решу перечистить заново все требования, скажу плюс-плюс x, минус-минус x, x плюс-плюс, x минус-минус, звездочка x, то несмотря на то, что я, казалось бы, перечислил все те же требования, это уже не будет считаться субсьюмингом, потому что это другой requires. И теперь не сработает. Отсюда мораль. Когда вы определяете свои концепты, обязательно нужно использовать, не нужно перечислять требования, которые уже есть в других концептах заново. Вот если у вас концепт выражается через какие-нибудь уже существующие другие концепты, обязательно назовите эти концепты, а потом добавьте свое. Не пишите заново requirement. Иначе у вас не будет работать субсьюминг, и не будет работать перегрузка по этим концептам. Отлично. Вопрос на засыпку, на понимание, не знаю. Вот концепт. STD same as. Ну, я заспойлилил вам. Ну, короче, вот. Нет, все равно заспойлилил, ладно. Короче, ну, вопрос был в том, как реализовать концепт same as. Вот реализация. Вопрос. Зачем так сложно? Почему нельзя просто написать same as равно sd и same v от двух типов. Почему надо заводить какой-то same helper и, короче, почему вот так? Ну, и почему? Да, если бы мы если бы мы здесь проверили только и same tu, то тогда сравнение в другом порядке бы не сабсюмилось. Ну, короче, да, он бы не считал. Он же смысл не проверяет, когда проверяет эквивалентность концептов. И same v tu и и same v ut это формально разные констрейнты. Поэтому если бы мы потом написали какой-нибудь концепт, который проверяет в общем, который полагается как-то на коммутативность свойства same as, то мы бы облажались. У нас бы коммутативности нет. Сабсюминг не работал. Можно придумать какой-нибудь пример, наверное. Ну, ладно, тут нет такого примера. Ну, в общем, понятно. И так же во всех концептах, которые коммутативные. вот концепт derived from. Ну, derived from не коммутативный концепт, но вот ну, тут неинтересно. Ну, в общем, если концепт коммутативный, то обязательно надо в обе стороны его. Вот, кстати, да. Транзитивность derived from будет, и он можно как-то реализовать, чтобы дирать все равно дочь мамы, совсем мило дирать дочь бабушка. Боюсь, что нет. Вот, кстати, интересный концепт. Equivalence Relation. Это что такое вообще? The concept Equivalence Relation специфирует, что это отношение является отношением эквивалентности. Справочка. Что такое отношение эквивалентности для забывчивых? Ну, вот, что такое, да. Матлок, наконец-то. Обожаю матлок. Замечание. Разница разница между просто Relation и Equivalence Relation is purely semantic. Что это значит? Что это значит? Да, что это невозможно в Compile Time проверить, что оно Equivalence Relation. Это просто такой способ сказать, что вы имеете ввиду Equivalence Relation, но никаких гарантий. Ну, а как? Вот. На самом деле, исторически, насколько я знаю, дедушка Страуструб, наш создатель, еще в 2003 году написал статью о том, как должны быть устроены концепты в языке C++. И вот он-то хотел прям очень многого от них. И там прям были такие концепты, что прям вот с теорем-прувингом, с логикой первого порядка полноценной, чтобы они там умели вот вообще, короче, он там хотел прям чуть ли не аксиомы ввести и правила вывода, и чтобы компилятор умел по ним проверять. Но там же есть теорема о том, что исчисление предикатов неразрешимо. И если у компилятора уж не получается доказать общезначимость вот этого, что из этого следует это, тогда, возможно, надо было бы добавить еще аксиом. Тогда бы компилятор смог это доказать. Тогда бы это скомпилировалось. Ну, короче, Страуструб там нафантазировал прям что-то вообще очень мощного, но в стандарт не попало. Ну, в общем, видимо, ну, комитету потребовалось примерно 15 лет, чтобы определиться все-таки, что же именно они хотят из этого добавить в стандарт. Пока добавили только вот в таком вот примитивном урезанном виде, в котором мы сейчас имеем. Возможно, когда-нибудь еще через 20 лет у нас в компиляторе C++ будет исчисление предикатов и там всякие вывод общезначимых формул с правилами вывода и так далее. В компайл тайме, конечно, да. И на самом деле даже была какая-то по-моему опенсорсная в общем, кто-то даже пытался реализовать вот такой вот хороший теремпрувер для компилятора, чтобы вот он умел ну, какие-то неочевидные преобразования делать из логики первого порядка, чтобы вот их добавили все-таки в стандарт, но их не добавили. То есть челы прям запарили снег какие-то и написали прям хороший такой прототип, который можно было бы использовать, но вот что-то комитет побоялся его добавлять, видимо, не знаю. Может быть, когда-нибудь все впереди. Кто любит матлок, вот вам потенциальная тема для, не знаю, для диплома или для чего-нибудь, для бакалаврского диплома какого-нибудь. Или даже, может, для магистерского. Вот. можно попробовать в язычок C++ добавить какой-нибудь маленький элемент исчисления предикатов для компилятора. А вот C++ в 29-ом, в 26-ом уже нет, но может в 29-ом. Не знаю. Ладно. Ну, наверное, на этом все про концепты у меня. Можно про эквенцинацию? То есть оно просто делает вид, что оно что-то окоренируется. Да. Да. Просто как бы... Ну, раньше вы же писали в шаблонных параметрах input-итератор, как будто ожидаешь, что это будет input-итератор, но на самом деле нет. Ну, так и здесь. Так, давайте я проверю, что это все, что я хотел сказать про концепты. Кстати, почему в Relation H3 типа в KZ2 нужно типа отношения множества на втором. Не, ну как? Э, а. Нет, почему? Ну, отношения, видимо, между множествами. Не обязательно на одном множестве. Так, нет, ладно, хорошо, я не понимаю, почему. мы два. Ну, наверное, для того, чтобы отношения между множествами делать. Ну, подожди, что такое Relation? Relation – это же вообще соответствие. По сути, это не просто отношения на одном множестве, а соответствие между множествами. Ну, мы по отношениям взяли как по множеству. Да, 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 но если говорить по-английски, то кажется, что соответствие между множествами это и будет Relation. Между двумя множествами. Кстати, да, может быть. Так что, возможно, у тебя просто слово Relation на русский переводится не как отношения, ну, возможно, у тебя двоякий перевод может быть. Да, последнее еще что хотел сказать. Концепты можно делать не только на типах, как вы понимаете, можно и на числах. Но можно определить концепт над size tn. Вот, например, упражнение. Напишите концепт is prime или is power of two. И тогда вы сможете там создавать, допустим, array только размера power of two. или что-нибудь только размера power of two вы можете создавать длины. Нормально? Отлично. Вот. Или, например, Lines вы можете делать только по... Ну, короче, понятно. Можно делать концепт на числах. А вот рекурсивные концепты делать нельзя. Это значит, что если вы определяете power of two, вы должны определять его честно через шаблонную рекурсию. Вы не можете его определить через... Ну, вы не можете написать из power of two равно значит, равно единице, тогда true, иначе из power of two отделенного на два. Так не работает. Рекурсия на концептах запрещена. И еще запрещен... запрещено накладывать концепты на концепты. Точнее, запрещено накладывать рекуайрменты на концепты. Вы не можете, определяя концепт, наложить рекуайрменты на само определение концепта. вот это тоже запрещено. Ну, то есть, когда вы пишете template, type name t, концепт какой-то равно что-то от t, вы не можете сказать template и тут уже навесить концепт. Нельзя навесить концепт на концепт. Вот, это вот делать нельзя, но, возможно, до поры до времени. Пока не ввели, пока не разрешили, но мы уже готовы к разному. Да, кажется, не это сложно. Ну, да, но, знаешь, 10 лет назад людям казалось, что много чего не имеет смысла, а потом оно появилось. Ну, я согласен, да, можно сделать, чтобы оно собсюмило. Хотя, почему? Сейчас тебе приходится конъюнксу с концептами другими писать, а так, может быть, ты хотел сказать template impur iterator iter concept random access iterator равно и еще requires, и не нужно конъюнксу лишнюю лепить. Пока нельзя, но, кто знает, может, когда-нибудь станет цель. Так, на этом все про концепты, и мы на этом закончили тему с type traitами с фенойей и концептами. Ну, и давайте пойдем дальше, и давайте теперь, как я обещал, поговорим про лямбды. На самом деле, конечно, немного плохо, наверное, что мы с вами, у нас с вами изучение лямбды так поздно, потому что лямбда это довольно базовая вещь, довольно, ну, в простом случае это очень часто используемо и очень нужная, несложная при этом вещь, но я предполагал, на самом деле, что вы более-менее так знаете лямбды, я даже пару раз их использовал, как-то без пояснений, я так подразделаюсь, что вы примерно знаете, что такое лямбда и так, но мы в этот раз поговорим прям основательно, значит глава будет называться лямбды, замыкания и элементы функционального программирования, ну, что такое элементы функционального программирования, это нам еще предстоит освоить, предстоит потом об этом поговорить, вот, а тут мы пока обсудим лямбда в базовых сценариях, значит, базовое применение лямбда функций, кстати, у вас были на матлоге лямбда функции? еще нет. Ну, и хорошо. На самом деле, лямбда функции, которые на матлоге, они не то, чтобы как-то помогают понять лямбды в плюсах, а вот, я бы сказал, что у них из общего названия в основном, а так они не то, чтобы прям сильно похожи, на лямбда. Ну, так, ну ладно, что такое лямбды? Что такое лямбды? Ну, вот смотрите, ну, какое базовое использование лямбд? Ну, самое вообще использование лямбд, которое вы, наверное, все знаете с детского сада, это, когда вам нужно сделать сортировку. Ну, в советском детском саду еще и не такое люди знали, так известно. Ну, смотрите, у меня есть вектор, я хочу его отсортировать по какому-нибудь нестандартному критерию, например, по, давайте скажу, по возрастанию квадрата числа, не по возрастанию самого числа, а по возрастанию квадрата числа. Вот, как мне это сделать максимально коротко? std sort, vbegin, vend, ну, это не максимально коротко, уже начинается число с 20, но пока мы только так будем. И третьим параметром я передаю лямбду. Я пишу квадратные скобочки, дальше принимаемые аргументы, а дальше return, ну, вот так я могу написать, лямбда закончилась, скобка закрылась, скобка закрылась, точка запятой. Что-то он долго компилирует у меня сегодня. А, ну вот, и хочу вывести. ну вот, отсортировал по возрастанию модуля, по возрастанию квадрата, точнее. Ну, или модуля, на самом деле, то же самое. Вот. Ну, что тут надо сказать? Вот эта вот вещь, это экспрешен некоторый. Ну, вот эта вот синтаксическая конструкция, начинающаяся с квадратных скобочек, затем круглых скобочках аргументы, затем фигурные скобочки и тела функций, это все вместе, это экспрешен. Я мог бы объявить лямбду заранее, а в сорт передать готовую уже, объект ее передать. Там какие-то проблемы? Там запрещение лапарочкой вертикальной ламбеды. Ну, ладно. Главное, ну, а, ну, хорошо. Ну, вот я могу вот так сказать, давайте назову cmp, тут только скобку уберу, и передам сюда cmp. Вот cmp это, значит, некоторая переменная, и она вот имеет значение вот такое. Ну, первый вопрос, который хочется, наверное, исследовать, это что за тип вообще у этого экспрешена? Что это вообще такое? Что это за... Давайте вызовем дебаг от cmp. Вот, ну, можно действительно вызвать дебаг от cmp, да, ну, можно даже не дебаг от cmp вызвать, а сказать что-нибудь такое. Ну, то есть, давайте заставим компилятор сказать мне, какой тип у cmp. Ну, на самом деле, давайте посмотрим, что мне сказал компилятор. Ну, да, мы увидели вот такое. Нету конверсии из main lambda int 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 в const вектор и нет конверсии стаковок. Ну, короче, тип вот этой штуки это некий такой тип, который даже непонятно, как называется. Это некий тип, сгенерированный компилятором специально под эту лямбду. И вот он так и называется lambda int int. Ну, можно сделать хитрее. Я могу попробовать спросить у компилятора, даже не у компилятора, а уже даже не знаю у кого. У стандартной библиотеки, наверное. Я же могу вот так еще попросить сказать мне. TypeID от cmp.name. Помните такую вещь? Наверное, я могу попробовать вот так узнать, как называется тип этой штуки. Как вы думаете, что будет? Ну, это некоторое довольно странное имя, да, но здесь он примерно преобразовал его в имя, которое он дает функциям. то есть main, а дальше e, e это скорее всего проход через namespace, а вот ul это я не знаю, что такое, и e это аргументы, знак подчеркивания это, ну, короче, он сгенерировал какой-то тип, сам сгенерировал какой-то специальный тип под вот эту лямбду и название этого типа, ну, оно вот какое-то специальное, мы не знаем какое, но нас-то и не должно волновать, потому что мы название этого типа, в общем-то, не должны использовать, мы просто знаем, что вот такой способ создать как бы функцию на месте, прям, не объявить вне где-то, а вот прям на месте создать и использовать. Можно ее вызывать много раз после этого, можно ее передавать как объект в другие функции. Сюда можно передать указатель на функцию, а можно вот лямбду, например. А можно функциональный объект. Но по сути лямбда это и есть. По сути вот эта вот штука cmp, это и есть функциональный объект. То есть это некоторый тип, у которого определен оператор круглой скобочки от вот этих двух интов, который делает то, что написано. И все. Вот. Ну ладно. Это использование лямбду для сортировки. А если я, например, хочу использовать лямбду для того, чтобы std set нестандартно упорядочить. Вот давайте представим, что я хочу в std set int упорядочить вот так же по возрастанию квадрата, а не по возрастанию просто int как мне с помощью лямбда этого добиться? Можно хранить set пар в тех первых аргументах хранить модуль, а в том числе. Че? Нет, просто чего? Подожди, у сета есть второй параметр компаратор. Ну да, но так быстрее. Че мне написать? Ну конечно. Я же могу в set вторым параметром отдать компаратор, который должен сравнивать ключи. Ну вот, пожалуйста. Я могу таким способом создать set, у которого компаратором будет вот эта лямбда. Ну и теперь я могу сделать там s.insert не знаю, минус один, s.insert минус три, s.insert два. А потом сказать for int x в s вывести мне x. Ну и сейчас они должны быть упорядочены как я хотел. Давайте проверим. Вот. Мога вопрос. Да. Почему нужно передать просто тип? Понятно, что тип уникальный для каждой лямбда, но разве не должны, мне кажется, в семнадцатых и даже должны передать собственно сам объект в качестве аргумента. Ну да, ты прав. Кажется, вот так это не скомпилируется. Да, на самом деле я здесь немножечко это очень хороший вопрос, кстати, спасибо. Я бы забыл про это сказать. А на самом деле до C++20 так было делать нельзя, потому что у типа, который компилятор генерировал до лямбда, изначально не было конструктора по умолчанию. Ну, компилятор генерирует некоторый тип, и у этого типа есть оператор круглой скобочки от вот того, что мы написали. Но чтобы я мог вот так писать, нужно, чтобы объект этой штуки можно было сконструировать без аргументов. Начиная с C++20 его можно конструировать без аргументов, но до C++20 мне нужно было передавать объект компаратора в конструктор сета явно. Он не смог бы сконструировать его просто так, из ничего. Он вот скопировать бы он смог, а сконструировать без аргументов он бы не смог. Понятно, мне кажется, сейчас вот такое не очень. Сейчас такое может быть у кого-то... Можно еще раз? Еще раз. CMP это некоторые переменные, у него есть некоторый тип. Тип сгенерирован компилятором. У этого типа есть оператор круглой скобочки от двух интов. А что еще у него есть? Ну, у него еще кое-что есть, но мы пока не будем вдаваться в детали. Но вот в данном случае нас интересует вот этот тип, у которого тип этой лямбды, он дефолт констрактивл или нет? Потому что я попросил создать сет с компаратором такого типа без аргументов. Это значит, что сет пытается создать объект вот такого цмп по умолчанию. Но он дефолт констрактивл или нет? Вопрос. Вот до сет плюс плюс 20 лямбды были не дефолт констрактивл. типы лямбды были не дефолт констрактивл. Почему? Отгадай, хором, потому что так решил комитет постартизать. Че? Они, видимо, явно не добавили дефолт конструктор. В смысле, у тебя... В сообщении о рушетке было user-deleted function user-deleted function в лямбда круглоскорбушке. Ну, да, хорошо. Я думаю, что в стандарте просто не написали, что он должен быть, поэтому разработчикам пришлось написать, что он deleted, чтобы его не было. Просто изначально в лямбды, когда добавляли, не думали, скорее всего, об этом. Потом добавили. Ладно, мы не будем сейчас углубляться, что там есть, что там нет. Это чуть более тонкие материи. Мы потом поподробнее про это поговорим. Но копирование это нормально. Вот так можно было сделать и до C++20. То есть он copy-constructible, но не default-constructible. Default-constructible стал только начиная C++20. Ну, хорошо. Вот, кстати, такой вопрос. Вот. Поняли, да, что-то сделать? Почему не надо? Ну, здесь мы имеем две однако варианты в разных местах данных. Значит, я... Так, внимательно прочитайте, что я написал. Сейчас я только проверю, что скобки правильно расставлены. вроде правильно. Ваша версия, скомпилируется это или нет? Будет ли работать правильно? Не хотел. Кто считает, что все окей? Искомпилируется? Кто считает, что CE? Кто считает, что... РЕ. Кто считает, что... Ну, варианты еще какие есть? УБ, да, например. Еще есть вариант РЕ. Еще есть вариант ИФНДР, напомнен. Мы с вами про него забыли, но есть такой вариант. ИЛФОНД, ноу-диагностик рекуайрд. Мы с таким, кажется, с примерами такого поведения пока не сталкивались, но мы ближе к концу года столкнемся. Ну, ладно. А что будет, если, короче, в ходе комплекта наображении у меня есть меньше, но больше? Да не, не скомпилируется даже так. Ну, да, но... Вот, не скомпилируется, ээээ... Ну, да, во-первых, да, во-первых, вот с таким вот интересным замечанием. Лямбда экспрешен под деклтайпом запрещены до Си плюс плюс двадцать. Ну, ладно. Вот, теперь все равно не компилируется и не компилируется по причине... Ну вот нельзя, значит, создать сет, нельзя, короче, лямбда-интинт-сет создать от вот такого вот лямбда-интинт-сета. Надо сэмп управлять тогда. Нет, нет. Ну, мы одному типа только описываем. В общем, смысл в том, что, несмотря на то, что лямбды одинаковые синтаксические, типы разные. Под каждую новую лямбду тип генерируется свой. Это разные для компилятора типы, они несовместимы между собой. Да, чё? Если убрать скобочки CMP, то он будет работать. Если убрать скобочки CMP, да, то он создаст лямбду по умолчанию, но тип ее будет не такой, как у CMP. Кстати, может быть, что в Rust также есть проживение. Надо только посмотреть. Так, в Rust... Нет, ладно, я не буду, я специально не буду рекламировать Rust на камеру, чтобы не... Чтобы... Препресса же фик. Препресса, чтобы не вырезали потом и не запустили. Так я же сам почу, я же сам решаю, что вырезать. Нет, просто чтобы число подписчиков не уменьшилось, а то они такие, а, раз, ну пойдем, и все, и пересядут на раз. Нет, я не хочу. Так, окей. Так работает. Да, так работает, понимаете, взрослый мир, он такой, маркетинг и все прочее. Хорошо. Значит, это были базовые применения лямбду. Но мы поговорили еще не про все. Вот мы не поговорили, например, по такую вещь. Что насчет возвращаемого типа лямбды? Ну, авто. Вот, как компилятор понимает, какой он? Он же его сам генерирует. Да, он его сам генерирует. Ну, лямбда – это же функция, у нее есть возвращаемый тип. Да. Виноват. Давайте я вам введу термин один важный, чтобы я в дальнейшем его использовал. Вот тут у меня в заголовке написано «lambda closure and elements of function». Вот что такое closure? Вот closure в переводе «замыкание» – это closure называется тип лямбды. Вот то, что генерирует компилятор для лямбды, называется замыканием. Вот те типы, которые компилятор генерирует для того, чтобы ими были лямбды, называются замыканиями. Соответственно, вместо того, чтобы… Ну, вот я буду использовать такую фразу «объект замыкания». Вот cmp – это объект, тип которого – это некоторое замыкание. Ну, я говорю «объект лямбды». Просто лямбда – это название для экспрессион, а вот это экспрессион называется лямбдой. А тип этого экспрессион называется замыканием. А cmp – это объект замыкания. Я просто для удобства введу этот термин, чтобы говорить короче и правильнее. Так вот, какой возвращаемый тип? У функции. Вот у этого вот. Ну, он… Сейчас буль, да. Но компилятор как понимает, какое? Ну, понятно, по обычным правилам вывода типов он это понимает. Я мог бы написать вот этот вот мой пример, где если x больше y, то return 1, а иначе return 1u. Ну, что будет? ЦЕ. Будет цЕ, потому что компилятор не может вывести тип. Вот у обычных функций, чтобы тип был выведен компилятором, надо написать авто. Ну, или деклтайп авто. У лямбд тип автоматически выводится по умолчанию. Вам не нужно явно писать возвращаемый тип лямбды. Он написал авто. Нет, авто – это тип цМП, а возвращаемый тип лямбды я не указал. Вот, и я могу не указывать возвращаемый тип лямбды явно. Я могу вообще ничего не говорить про возвращаемый тип лямбды, компилятор пытается вывести его сам и так. Но сейчас это не скомпилируется, потому что известная нам ошибка – inconsistent types. Как мне, вот если у меня чуть-чуть в лямбде типы разные возвращаемые, или если в лямбде по какой-то причине непонятно, какой возвращаемый тип, почему-то компилятор не в состоянии вернуть возвращаемый тип, сам догадаться, какой возвращаемый тип. Как мне сказать явно, какой я хочу, чтобы возвращаемый тип был у лямбды? Да, мне нужно сделать trailing return type вот здесь после сигнатуры. Стрелочка и сказать какой, например, in. Это не обязательно, но это можно сделать, если вам по какой-то причине хочется явно указать возвращаемый тип. Это можно делать даже в ситуации, когда компилятор может вывести возвращаемый тип, но вы хотите явно показать, какой он. Просто если лямбда длинная, может быть, ну, для удобства чтения лучше показать явно, какой у него возвращаемый тип. Вот вы можете это так сделать. Сейчас будет все нормально. Окей, что? Авто, нельзя вот так вот авто, по-моему, очень. Авто, конечно. То есть, если мы ее условно берем, понимаем на свой вектор, потом его возвращаем, то он возвращает копию. Ну, давай разберем этот пример. Кстати, хороший пример. Вот давай я... Давай вот какой-нибудь такой разберем пример. Не знаю. Inc. Значит, инкремент. Это такая лямбда, которая принимает x по ссылке, делает плюс-плюс x и возвращает x. Давай я заведу x. Сделаю инк от x. Да, ну, мне, наверное, надо написать вот так. Интемперсцент y равно inc от x, и сразу все станет понятно. Вот, скомпилируется это или нет. Ну, я утверждаю, что нет, потому что мы вернем по значению. Вот, и чтобы попросить вернуть по ссылке, что надо написать? Стрелочка деклтайп авто. Стрелочка деклтайп, что? Авто. Деклтайп авто. Ого. Кстати, я не уверен, можно ли писать деклтайп от авто в таком контексте. Здесь помогу. Деклтайп. Можно. От беда. Теперь компилируется, да. То есть, вот, например, еще для чего, может быть, нужен треллинг деклтайп в лямбдах. Чтобы вернуть не как авто, а как деклтайп от авто. Окей. Так, ну, еще пара... Моментов, связанных с лямбдами простеньких. Ну, таких пара замечаний. Во-первых... Не только ретерн тайп, а даже и аргументы являются необязательной частью лямбды. Лямбду можно и без аргументов. Ну, может быть, лямбда без аргументов. Но если у вас лямбда без аргументов, то можно не писать круглые скобки. Ну, например, вот такая лямбда. И, пожалуйста. У нее нет аргументов. Можно не писать аргументы в лямбде. И еще одна полезная вещь, связанная с лямбдами, которую даже вот люди, которые знакомы с лямбдами, не всегда знают. Ну, то есть, казалось бы, не то, чтобы это прям до этого сложно догадаться. Но если вам про это никогда не рассказывали, не показывали, возможно, вы и не догадаетесь, что так можно делать. Иногда лямбды полезны не только для того, чтобы их как функции передавать куда-то. Иногда лямбды полезны для того, чтобы их, даже не создавая переменных, никуда не передавая, просто сразу вызвать на месте. Я поясню. Ну, во-первых, сначала я покажу, как это синтаксически выглядит. Я могу лямбду взять и просто вот так сразу вызвать. Это корректная программа. Я объявил лямбду. Ну, вот это вот некоторый клоужер. Я объявил и сразу же вызвал как функцию. Ну, я прям... Это rvalue, кстати. Вот сама лямбда, это rvalue. И я вызвал сразу круглые скобочки у нее. Ну, все нормально, выявится hello world. В частности, кстати, вот можно написать так, и это корректный код. И вот так можно написать, это тоже корректный код. То есть, поскольку можно пропускать круглые скобочки без аргументов, вот так вот, это корректный экспрессион, и вот это корректный экспрессион. Вот. Также Арсений Орлов такой тип. А че Арсений Орлов? Ну, признайся, вот каждый раз в ходе вот такие. Он будет очень выказанным. Ничего, мы по столу посмотрим, да, честно? Вот. И это называется immediate invocation. Ну, то есть, такая, ну, можно даже сказать, идиома. Immediate invocation. Немедленный вызов. То есть, вы лямбду создали, не для того, чтобы куда-то передать, или чтобы какую-то переменную так назвать, а прям вот создали и сразу же вызвали. Зачем это может быть нужно? А это очень полезно бывает. Я, как минимум, два примера вам приведу сейчас. Когда это реально полезно, прям полезно, так писать. Возможно, вы придумаете даже сами. Вот какой юзкейс есть у такого? Он будет делать лишний джамп? Ну, лишний джамп в смысле в ассемблере. Ну, ладно, если будет функция, давайте его представим. Ну, я думаю, с минус-О2 он вполне соптимизирует. Нет, подожди, ты вот про такое... Нет, нет, я про нижнее. А, про нижнее. Я думаю, он заинлайнит. Я думаю, он сумеет заинлайнит. Ну, можно в год болте проверить? Но я думаю, что с минус-О2 уж точно заинлайнит. Без минус-О2, может, и не заинлайнит, но с О2-то должен. Ну, как бы, он и обычный вызов функции заинлайнит, скорее всего, если там просто cd hello world is out. А с лямбдой, я думаю, что тоже. Ну, короче, не знаю, понятно, что это не регламентировано стандартом, но, короче, я думаю... Ну, я не знаю, вроде такого синтекса нету. Это переменная будет inline, но не лямбда, от того, что... Inline переменная, это не то же самое, что inline функция. Так, что перед функцией, что... Да, inline перед... Так, это мы уходим в другое. Сейчас это немножко другая тема. Давайте мы поговорим про inline еще. Я... Когда-нибудь мы поговорим про inline обязательно. Так. Так вот, зачем это нужно? Зачем нужный immediate invocation бывает? Можно создать новый способ. Просто передаемые примеры, наверное. Я вам приведу два примера, зачем нужен immediate invocation. Представьте, что вам нужно... Инициализировать константу. Но ее инициализировать нужно со сложными условиями. Вы хотите завести константную переменную, которая в зависимости от разных условий должна быть равна разному. А переменная должна быть константной. Вы не можете написать constant x равно 0, а потом, если это, то x присвоить не можете. Но вы можете сказать... Если что-нибудь там, чему-нибудь чему-нибудь равно, то, значит... Там, ну не знаю, то... Return 1. А иначе... Return... Return y поделить на 2. А иначе... Return 3 умножить на y плюс 1. Ну, понятно. То есть, если у вас... Ну, хорошо. Можно цикл. Написать 10 итераций, которые делают вот этого. Короче, если у вас какое-то сложное вычисление, в результате которого вы хотите получить константное значение... Не знаю, от чего вызваться. От 2024. То вы можете использовать immediate invocation. Вот я сразу объявил, как... В зависимости от переданного аргумента мне инициализировали... Ну, что должно быть. И вызвался от int. Теперь у меня константа будет с результатом этой функции. Правда ли, что что? До тех пор, пока мы не написали const-export, был настолько в том, что мы не заводим временную переменную. До тех пор, пока мы не написали const-export? Короче, если нам нужен только const, то мы можем сделать это без lant, просто используя одну доп-переменную. Ну, да, вы можете это сделать, используя одну доп-переменную. Только, ну, это если у вас int, а если у вас тяжелый большой объект, то вам придется сначала создать не константную его версию, а потом либо создать константную ссылку на исходную версию, что не совсем все-таки эквивалентно тому, что вы создали сразу его как константный объект. Либо скопировать или мувнуть, что тоже не очень хорошо. Вот. Второй случай, когда бывает полезный immediate invocation, это member initializer lists. Когда у вас есть класс, у которого поля это какие-нибудь константы или ссылки сложные. Ну, или даже не обязательно member. Ну, вот представьте, у вас класс, вот это прям случай из практики. У меня такое однажды было, и я на тот момент не догадался написать immediate invocation, ну, не догадался использовать лямбду. Вот, мне-то потом коллега постарше в Яндексе на ревью сказал, можно же вот так. У вас в классе много полей, там, поля, являющиеся ссылками, и вам нужно проинциализировать эту ссылку, а проинциализировать ее надо, чтобы ее проинциализировать, нужно дофига чего сделать, и только потом вот как бы ее привязать к тому, что получилось. И как это написать в списке инициализации? Что, типа, ты пишешь двоеточие, вот эта скобочка открылась, и что ты там напишешь? И вот immediate invocation позволяет вам это сделать, если вам нужна какая-то сложная функция, которая должна выполниться, и после чего у вас получится то, к чему можно ссылку привязать, чтобы это было вашим полем, без захода в тело конструктора. А вы не можете зайти в тело конструктора, пока поля не проинициализируете, а ссылка должна быть проинициализирована. Вы просто ссылку пишете такие, хоба, лямбдачка, и поехали все, что нужно сделать, прям тело функции, и return то, что нужно, к чему ссылку привязать. Все, сразу же на месте вызвали, получилась у вас инициализация поля. Круто. Вот это, идиома immediate invocation иногда полезна. Ну, мне кажется, на этом я пункт 13.1 закончил. Может, перерыв? И да, и, наверное, надо сделать перерыв как раз. Давайте сделаем. Перерыв.